Жители Тюмени задыхаются из-за лесных пожаров, а чрезвычайную ситуацию в городе не объявляют. В Тюменской области вновь разбушевались пожары. 25 мая горело 4000 гектаров, вчера почти 3000 гектаров. С 11 мая в лесах региона введен режим чрезвычайной ситуации, который запрещает посещать леса. Но чтобы задохнуться, жителям Тюмени больше не нужно ехать на природу. Из-за того, что ветер поменял направление, столицу Тюменской области окутал густой смог. Дым пришел из полыхающих Ярковского и Вагайского районов. Тюменцы жалуются, что не могут нормально дышать. В воздухе стоит сильный запах гари. При проветривании в помещениях становится только хуже. Несмотря на задыхающихся жителей, директор Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности области Андрей Михнович заявляет, что все нормально, потому что в пределах Тюмени ничего не горит. Дым в Тюмени, ты понимаешь? Сейчас у нас весь мир борется с коронавирусом. Все рассказывают, какая это страшная зараза, что от нее страдают легкие. И потом они полностью не восстанавливаются у большинства заболевших, у которых нет возможности нормальную пройти реабилитацию. Восстанавливаются только частично. Если у человека поражено 25-30, 40, 50, 70% легких, он вообще чудом остался жив. И сейчас он проходит длительную тяжелую реабилитацию, ему смертельно опасно дышать дымом, ты понять это можешь? Чрезвычайную ситуацию необходимо объявить. Немедленно. Это угрожает жизням десятков тысяч жителей Тюмени. Прямо сейчас. Нет. У нас же скоро выборы. Мы не можем показать, что у нас какие-то проблемы. У нас все прекрасно, все идеально. Никаких пожаров. Ну так, мелкие возгорания, но мы так справимся. А если не справимся, к сентябрю дождики пойдут и все само потухнет, не страшно. А то, что люди умрут, так у них какая будет причина смерти написана в заключении? Ну, не лесные же пожары, они же не сгорят, правильно? Ну, у кого-то там будет тромбоз, у кого-то инсульт, у кого-то инфаркт. Ну, это же не ударит по репутации губернатора. Это не ударит по репутации МЧСников. Все нормально. Это открытое убийство десятков тысяч человек в нашей стране. И не только в Тюмени. В каждом регионе, где сейчас разбрушивались лесные пожары, и власти ничего не делают для защиты местных жителей. Условно говоря, сейчас должен стоять вопрос о раздаче бесплатных кислородных баллонов тем гражданам, у которых поражены легкие. Кстати, больницы, где прямо сейчас борются за жизни коронавирусных больных с поражением легких. В больницах. Как решают этот вопрос? Уже речь не о тех, кто проходит реабилитацию, а тех, кто прямо сейчас еле дышат через трубку. У них какие шансы поправиться? Вот в такой ситуации. Другие знаменитые леснопожарщики и загрязнители воздуха. Бизнес сына губернатора Красноярского края Артема Уса. Губернатор Уса это тот самый, который лесные пожары тушить нецелесообразно. Два года назад он нам всем это рассказывал. Сейчас вот его сыночек попался на очень нехорошей угольной истории. Красноярск много лет задыхается по двум причинам. Потому что огромные олигархические предприятия Олега Дерипаски выбрасывают без каких-либо нормальных очистных сооружений ядовитые вещества, ядохимикаты в воздух. И местные жители вынуждены этим дышать. А во-вторых, в регионе нет газификации. В регионе все топится углем. И этот уголь, естественно, является крайне экологически опасным, мощным фактором загрязнения воздуха. Почему там не проводится нормальная газификация? Потому что губернатор причастен к угольному бизнесу. Чем больше топят углем, чем больше уголь покупают, тем лучше чувствует себя финансовое положение губернатора Александра Викторовича Уса. Отвечает за это направление его сынок. Так вот, компанию Уса-младшего «Сибуголь» уличили в незаконной вырубке леса и порче сельхозземель. То есть сельхозземли запрещены к добыче угля. Вырубка лесов. Леса запрещены к добыче угля. Ранее в мае общественный инспектор Роспроднадзора Николай Метальников обвинил ООО «Сибуголь» в незаконной вырубке леса. В 2017 году компанию лишили лицензии на угледобычу в Новокузнецком районе Кемеровской области. Речь идет об участке Анонинский-Восточный Чумышского каменноугольного месторождения. «Сибуголь» получил участок в пользование в июле 2012 года сроком до сентября 2027 года на 15 лет. Однако угольщикам помешали протесты жителей Новокузнецкого района. Молодцы местные жители, молодцы, что борются. Которые узнали о планах Сибугля расширить участок Анонинский-Восточный, включив в угольную разработку зоны, где находится электроподстанция и местно-садоводческое товарищество. То есть, вдумайтесь, живут себе люди. У них там садоводческое товарищество. У них есть электроподстанция. У них там, может быть, что угодно. Школа, детский сад. Вот олигархам, связанным с губернатором, даже родственно связанным с губернатором, наплевать. Все снесем, чтоб добыть побольше уголька. Под спецтехнику угольщиков даже должна была пойти региональная дорога Листвяга-Анапас. Дорогу Сибуголь хотел перекопать, садовое товарищество и подстанцию снести. Между тем, указанная дорога для ряда населенных пунктов является единственной связью с городом. Местным жителям удалось остановить угольщиков с помощью протестной акции. Они перекрывали дорогу спецтехники. В том же 17-м году прокуратурой было выявлено нарушение угольным предприятиям условий пользования недрами, предусмотренным лицензией. На участках были вырублены деревья. Ущерб лесному фонду составил 572 тысячи рублей. Вот это мне совершенно непонятно. Вырублен целый участок леса. Ущерб лесному фонду полмиллиона рублей. Я вам пару недель назад рассказывал о ситуациях, когда мужчина, который вырубил одно дерево, оказался должен государству полтора миллиона рублей. Одно дерево полтора миллиона. Целый лесочек полмиллиона. А откуда такая разница берется? Мне бы очень хотелось узнать, а нет ли в этом решении инспектора и комиссии какой-то коррупционной составляющей? По какой причине настолько занижена стоимость леса, который был вырублен? В отношении компании возбудили дело об административном правонарушении. Ну максимум, что они заплатят эти 572 тысячи рублей. В той же Кемеровской области, ранее, Сибуголь оштрафовали на 200 тысяч рублей за порчу сельхозземель. Проверки Росельхознадзора показали, что угольщики нарушали земельное законодательство с 2018 по 2021 годы. В результате территорию площадью 3,5 гектара, где были размещены промышленные площадки, пришлось вывести из сельхозоборота. Нарушения на промышленных объектах Сибугля на Кузбассе фиксируются систематически. Притом устранять их компания Уса-младшего не спешит. Ну а что им спешить, что им устранять? Бабки капают, жители задыхаются, леса вырубаются, сельхозземли разрушаются. Они пытались перекопать дорогу, единственную связь с городом. Они пытались снести подстанцию, садовое товарищество. Наплевать, максимум штрафы, сколько они заплатят, 200 тысяч уже заплатили. И еще 572 тысячи заплатят. Это же копейки. Для них, для олигархического бизнеса, это сущие копейки. И снова необходимо обсудить ситуацию с разливами нефти. Две недели назад в Ненецком автономном округе на наших северах и республике Коми обнаружили разлитую лукоилом нефть. За это время официальная оценка масштаба катастрофы выросла более чем в 10 раз. То есть официально они сказали, у нас утекло 7 тонн нефти. А потом оказалось 90 тонн нефти. Много, но недостаточно, чтобы отравить сразу три реки. Калву, Усу и Печору. Тем более, что в воду, по официальным данным, попало всего 9 тонн загрязнителя. Масштаб аварий явно недооценен. Рядовка собрала все, что на настоящий момент известно о разливе 11 мая и нашла самую убедительную ретроспективу экологической катастрофы. А теперь вдумайтесь. По горячим следам World Wide Forum выпустило расследование, в котором утверждается, что нефть лилась из трубопровода почти 2 месяца с 20 марта. Эксперты фонда совместного исследования из компании RISC-SAT, занимающимися зондированием Земли из космоса, провели экспресс-анализ спутниковых снимков вместо аварии. Они заметили на фотографиях растущее темное пятно, которое может быть нефтью. Лукоил с этим решительно не согласен. Нефтяники прислали ответ, в котором заявили, что предположения природозащитников не верны и объяснили почему. Таким образом, если бы загрязнение реки и покрывающего ее льда действительно имело бы место еще в апреле, то 11 мая загрязненный лед вместе с водой, учитывая высокую скорость реки в паводковый период, успел бы переместиться на десятки километров ниже по течению реки Калвы и обязательно был бы замечен, делают вывод нефтедобытчики. Что касается темного пятна на спутниковых снимках, то это природный родник с относительно теплой водой, мутные воды которого, береговой грунт, кажутся с орбитой нефтью. В Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми рассказали, что ледоход начался не 4 мая, а 9 мая. Река избавилась от зимного покрова очень быстро. Уже 10 мая льдины по Калве проплывали редко. 16 мая река полностью очистилась. Если сопоставить эти данные с версией Всемирного экологического форума World Wild Forum, то картина складывается. Нефть более 7 недель скапливалась на скованной льдом Калве. 9 мая он тронулся и вместе с углеводородами поплыл в сторону Усинска. Вытекающие из трубопровода полезные ископаемые теперь попадали прямо в воду. 11 мая местные жители, проезжая по 4-му автомобильному мосту, заметили на реке радужную пленку и сообщили об этом в МЧС. Трубопровод перекрыли, около моста установили боновые заграждения. Испачканный нефтью лед в то время плыл по реке Кусинску. Источник утечки и город разделяют около 190 километров по руслу Калвы. Ни одного населенного пункта на этом пути нет. 13 мая пятнистые льдины добрались до расположенного в пригороде Усинска села Калва, жителю которого поделились их фотографиями в соцсетях. Масштаб бедствия постоянно увеличивается. Если вначале Лукоил сообщал о 6-7 тоннах вылившейся нефти, то спустя несколько дней добытчики признали, что в окружающую среду попало 90 тонн загрязнителя, из которых 9 тонн утекло в речку Калву. Это официальные цифры. Несколько дней назад экологи из Комитета спасения Печоры подсчитали, что из поврежденного трубопровода могло вылиться 500 тонн углеводородов, в 5 с лишним раз больше. Нам, как и коллегам из Комитета спасения Печоры кажется, что разлив больше чем 100 тонн, потому что слишком большая протяженность загрязнения, слишком масштабные пленки нефти идут по воде. Но чтобы быть уверенными, нужны конкретные данные, отмечает Алексей Книжников. Когда год назад на предприятии Норильского Никеля была рекордная утечка нефтепродуктов, и Путин сказал, ух, я вам сейчас всем покажу, а ну-ка давайте-ка устраняйте, у вас там что, хорошо все со здоровьем? Это выглядело как настоящий разнос, сейчас Путин возьмется за экологию. Прошел год, а вот сыны не там. Утечки нефтепродуктов происходят постоянно по всей стране. Только о некоторых из них говорят экологи, журналисты и корреспонденты. А что о них говорить? Мы говорим, говорим, говорим. Власть практически не реагирует. Люди очень безразлично к этому относятся, к сожалению. Пожалуйста, если вам не безразлична российская природа, ставьте лайки. Распространяйте, делайте репосты, пишите комментарии, помогайте распространить информацию. Сколько можно издеваться над нашей природой? Мы какую страну оставим нашим детям и внукам? Вот еще свежая новость. На пляжах под Туапсе появилась нефть. Завод Роснефти расположен неподалеку. Делает вид, что ничего не произошло. Местные жители обнаружили на диком пляже в Туапсе. Это нас приглашают на российские курорты ехать. Огромное нефтяное пятно. Едкий запах нефти распространился по всему берегу. Жители жалуются на то, что в районе разлива очень тяжело дышать. Прокуратура уже проверяет, кто виновен в разливе. Сообщается, что нефтяную пленку заметили также в акватории порта на Дальнем Малу. Туапсинский нефтепрерабатывающий завод, принадлежащий к госкорпорации Роснефть, отказался комментировать эту информацию журналисту рядовки. Напомним, в Черном море уже разливали нефть. В 2019 году грузовик Инмор-терминала опрокинулся в Новороссийске и нефтепродукты попали в море. Тогда Росприроднадзор оценил вред Черному морю в 156,7 миллиона рублей. А вот еще веселее экологические новости. Енисей и Ангара, крупнейшие наши водные артерии, покрылись масляной пленкой. Сразу две экологические катастрофы разворачиваются в Красноярском крае. О них пока почти никто не говорит. Вчера большое масляное пятно обнаружили на поверхности водохранилища Богучанской гидроэлектростанции на Ангаре. Сегодня возле Красноярской теплоэлектроцентрали-1 окрасилась всеми цветами радуги теплая речка, впадающая в Енисей. На места происшествия приехали сотрудники МЧС и прокуратуры. Установлены боновые заграждения, рассыпан сорбент, обстоятельства экоцидов выясняются. Впрочем, как показал разлив нефти, допущенный Лукоилом на границе НАУ и Республики Коми, эффективность этих мер стремится к нулю. Лукоил, Роснефть, неизвестно кто в Красноярском крае. Без преувеличения, друзья, по всей стране у нас природу планово уничтожают. Это только один вопрос. Выброс нефтепродуктов. А что происходит с лесными пожарами? А что происходит в плане безбожной вырубки лесов? А что происходит в плане добычи полезных ископаемых? Друзья, пока мы не занимаемся политикой, тем самым мы позволяем олигархату уничтожать нашу страну. Просто поймите это. Обязательно вступайте в политические партии, в движение, в объединение. Присоединяйтесь хоть к какой-то созидательной деятельности. Пока мы просто сидим и тихо всем недовольны, ничего в стране к лучшему не изменится. Ничего. Только вместе мы сила. Вместе прорвемся. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok